Добрый вечер, Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня мы рассмотрим с вами последнюю уже заключительную часть первого слова святителя Иоанна Златоуста к стагирию подвижнику. Так как первые две части говорили во многом о причинах, побудивших святителя Иоанна Златоуста написать к стагирию данные слова, так как этот человек попал в очень сложную духовную ситуацию, так как был с определенного момента одержим нечистым духом, и святитель Иоанн Златоуст считая своим долгом помочь, поддержать брата во Христе, напишет ему эти слова, ну и тем самым, конечно же, назидая в данный момент и всех нас. И хочу также сказать, что читая слова святителя Иоанна Златоуста, который, как мы говорили ранее, оставил огромнейшее духовное наследие, нужно, конечно же, признать, что те темы, которые рассматривает святитель Иоанн, во многом актуальны и сейчас. То есть мы действительно в нашей пастырской практике очень часто сталкиваемся с теми вопросами, которые, допустим, рассматривает святитель Иоанн еще в IV веке, но и наши нынешние прихожане, и наши нынешние проблемы, с которыми мы сталкиваемся, а также, еще раз напоминаю, могут получить ответы именно из творений святителя Иоанна Златоуста. И вот сегодня святитель Иоанн продолжает в своих уже последних, так сказать, абзацах данного слова, продолжает уверять Стагирия о том, что Господь не просто так попускает и дает необходимость пострадать, понести тяготы духовные и физических каких-то трудов, с которыми сталкивается тот или иной человек, следующий узким путем. И здесь, в данный момент, мы видим слова нашего Спасителя Господа в Евангелии от Матфея, который говорит, что «нездоровые имеют нужду по враче, но болящие. Пойдите, научитесь, что означает «милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». То есть тем самым из слов нашего Спасителя мы видим, что те трудности, сложности, какие-то духовные искушения, которыми сталкивается современный человек, так или иначе, в первую очередь, имеют лечебную цель, которую Господь попускает своим божественным промыслам войти в нашу жизнь и как тот мудрый врач, который ставит капельницу, либо укол, или какие-то горчичники ставят пациенту, то тем самым Господь и нас тем самым призывает, самое главное, к покаянию. И дальше Господь говорит, да не обратятся ко мне, чтобы я исцелил их. То есть Господь призывает нас обратиться ко Христу, к себе. С дейшними бедствиями, это говорит уже святитель Иоанн Златоуст, Бог укрепляет покорных ему, как мужественных борцов. А более слабых и нерадивых, не способных переносить ничего тяжелого, предварительно располагает готовности на добрые дела. И мы знаем, что как раз-таки вот эти слабые в духовном плане, когда видят, как стараются и со всем тщательным тщанием старается подвижник нести те сложности, тяготы, и тем самым показывает пример тому слабому некогда человеку, который как бы передается его духовное мужество, готовность следовать за Христом, не отказываться от намеченного пути, не сходить с креста, но продолжать его нести. И в нашей современности мы видим, что действительно огромное количество всевозможных ситуаций, это и бедствия, это и пожары, это и от каких-либо семейных неурядиц, это и физическая немощь. Все это так или иначе, каждому по силам, как раз-таки Господь дает понести именно с одной целью, именно как раз научить привести человека к покаянию и тем самым, научив его смирению, дать возможность следовать за Христом. Так как многие не хотят принять учение о будущей жизни и воскресении, то Господь уже здесь являет малый, в малом виде образ будущего страшного суда, когда наказывает и злых, и награждает добрых. И ситуация нынешняя такова, что действительно огромное количество современников, можно сказать, скептически относятся к тем догматам, которым являет Святая Христова Церковь, и многие, так сказать, даже высмеивают духовный догмат о воскресении, о страшном суде и так далее. Поэтому вот как раз-таки через вот эти видимые примеры, которые Господь сегодня показывает, нам как раз-таки Господь умудряет и научает человека. И чтобы большинство невежественного народа по беспечности не сделались еще хуже, Бог уже здесь наказывает многих из грешников и награждает некоторых из праведников. Он оказывает и награждает не всех, а только некоторых, как, например, царя Персидского и царя Езикию. Хотя много было таких нечестивых, как тот Осирианин и добродетельных подобной Езикии, но Бог не со всеми поступил так, как с ними, и причина в том, что еще не пришло время суда. И здесь святитель Иоанн обращается именно к очень известной истории, библейской истории, которая описана в четвертой книге царств, где говорится о праведном царе Езикии, который был в то время царем иудейского народа. В то время как Северное царство Иудея уже попало в плен к Осирии, то Езикия, который являлся наследником нечестивого царя Ахаза, полностью изменил жизнь и свою, и своего народа. Он стал бороться с нечестием народа, он полностью искоренил идолопоклонство, он старался выйти из-под того, можно сказать, позорной дани, которую платил иудейский, простите, иудейский народ платил ассирийскому царю. И ассирийский царь Синахирим как раз-таки пришел для того, чтобы наказать царя Езикию вместе с его подданными. И в этот момент, когда Езикия сказал, что Господь не попустит, чтобы Синахирим так или иначе причинил какое-то зло иудейскому народу, то Синахирим послал ему ответное письмо, в котором высмеивал и его, и упование его на Бога, и тем самым хулил имя Божие. И Езикия что сделал? Он отправился в храм, где, можно сказать, просил, чтобы Господь пока покарал и показал свое величие и силу над ассирийским войском, и тем самым привел к, можно сказать, к духовной, можно сказать, такой трагедии, физической расправе как раз-таки над всем ассирийским войском и над царем Синахиримом. И вот известно, что 4 книга царств как раз-таки и говорит о том, что по молитве праведного Езикии Господь попустил умереть 185 тысячам воинам. И как только Синахирим, так сказать, увидел вот эту мощь, которую Господь являет по молитвам праведного Езикии, то, конечно же, он уже ушел, так сказать, ни с чем, ушел посрамленным, и тем самым вот этот пример праведного Езикии, его пламенной молитвы как раз-таки очень часто мы с вами вспоминаем. Но при этом как раз-таки Господь опять-таки попускает Езикии понести скорби. И пророк Исаия говорит ему о том, что Господь предупреждает тебя о скорой твоей гибели, о твоей смерти. И, значит, Езикии с пламенной молитвой вновь обращается к Богу и просит, чтобы Господь опять-таки удлинил дни его жизни, дал ему возможность еще пожить, еще сделать много добра для жителей Иудеи. И Господь еще продлил ему жизнь на 15 лет. И вот здесь как раз-таки святитель Иоанн указывает на данный пример. Хотя в других словах, втором, в третьем слове к стагирию, который я также читал, как раз-таки святитель Иоанн очень четко и подробно рассказывает, начиная от святого праведного Авраама, затем пересказывает его жизнь, пересказывает, что вся жизнь этого великого праведника, она была наполнена страданиями, была наполнена теми земными бедствиями, которыми, по сути дела, Господь как бы вымощал путь этих людей, тем самым, чтобы они как по ступеням поднимались все выше и выше через смирение, через терпение, через готовность следовать за Христом. И святой праведный Авраам, святой праведный Исаак, Иаков, многие-многие другие, праведный Иосиф, все они, в которых мы в прошлый раз разбирали. И вот во втором и в третьих словах как раз-таки святитель Иоанн очень подробно рассматривает практически каждый шаг этих святых и тем самым уверяет и укрепляет нас в долготерпении. И поэтому, пользуясь случаем, хочу, конечно же, всем порекомендовать обязательно прочитать и второе, и третье слово, ну и как можно чаще прибегать к великому духовному творению святителя Иоанна. И здесь дальше святитель Иоанн приводит пример о словах спасителя, который говорит о тех галилейных, которых Пилат смешал с жертвами. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилейных, которые кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это. «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеем, чтобы так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Или вы думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силанская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете». Ну и здесь мы опять-таки видим, что Господь никогда не попускает совершаться чему-либо просто так. То есть в этом мы еще раз уверяем и видим промысел Божий. Когда святой Иоанн Златоуст рассуждает, почему же Господь попускает некоторым людям пострадать, то в своих рассуждениях святитель Иоанн допускает такие мысли о том, что вот данные грехи, в которых погряз человек, могут происходить от невоздержанности родителей, или от нерадения воспитателей, или от перемен в воздухе, что мы сейчас называем экологией, от множества других подобных обстоятельств. Притом и о многих из них Бог знает, что они будут порочными, и поэтому наперед связывает их наказаниями, как бы какими путами. Разве не видишь, что из нищих многие в самом прискорбном положении совершают множество преступлений, не от горя и не от голода, но единственно по своей порочности. И здесь мне вспоминается пример, который произошел с достаточно известным в советское время декабристом Константином Рылеевым. Не знаю, может быть, кто-то помнит эту историю, когда Константин, когда был еще очень мал, он очень сильно заболел, и его мать, очень набожная женщина, молилась за своего любимого сына, чтобы Господь помиловал, дал ему жизнь. Господь в видении показывает, что этот человек в будущем, вот ее сын, совершит большой грех. И Господь как бы осознанно, сознательно забирает его именно сейчас. Но мать по-прежнему продолжает умолять, просит, чтобы Господь помиловал Константина. И Господь говорит, ну хорошо, вот как ты хочешь, вот так и будет. И Константин выживает, со временем он становится декабристом, и мы с вами знаем, что он был одним из тех, кого повесили, которые совершили покушение на царя. То есть достаточно очень нехорошая и очень пагубная такая жизнь, которую он вел в течение своего студенческого, она привела его на плаху. И святитель Иоанн Златоуст как раз-таки вот и говорит о том, что Господь как раз-таки видит непорочную, вернее, простите, порочную жизнь людей и от родителей, от воспитания и от окружающей среды как раз-таки многих ограждает. И посему продолжает святой Иоанн Златоуст, как судья многих преступников оставляет на жительство в темнице на долгое время, а часто они оканчивают там эту жизнь. И действительно так оно и происходит. И остается последний вопрос, который пытается осветить святитель Иоанн. Почему те, которые прежде искушения жили праведно, после искушения пали? Святой Иоанн Златоуст на это говорит так. Скажем обживущих праведно. «Откуда известно, что они, имея многие добродетели, не пренебрегли главную из них – смирение? Поэтому Бог и отступил от них, чтобы они знали, что добрые дела совершали они не собственной силой, но благодатью Божией». И во многом в нашем современном мире для многих людей добрые дела считаются неким таким показателем праведности и особой близости человека к Богу. Но на примере известном, который мы с вами встречаем в первую подготовительную неделю, это неделя о мытаре и фарисее, как раз-таки Господь в евангельской притче показывает, что добродетельный фарисей был осмеян Богом, то что он вышел, ничего духовно не получив, и Господь наоборот принимает молитву смиренного мытаря, который только бьет себя в грудь и говорит, «Боже, милостью буди мне грешнику». И на примере фарисея, человек, который делает добро с гордостью, скоро дойдет до крайней погибели. И продолжая также тему, святитель Иоанн Златоуст говорит о необходимости духовной подготовки человека, который вступает в бой со страстями, со своими грехами, которые как борцы, один слабее, другой еще сильнее, потом другой еще, еще сильнее, так или иначе один за одним приступают к человеку. И святитель Иоанн приводит пример как раз-таки, что между воинами лучше всех оказывается тот, кто может показать у себя больше ран, и кто вступает в единоборство самым сильным из своих противников. Конечно же, самым сильным из наших противников является гордыня, является тот грех, который является матерью всех грехов. Святой Иоанн Златоуст задает вопрос, и какая же польза произошла от того бедствия, которое впал Стагирий, что получил он от того, что в течение долгого времени его постоянно нечистый дух напоминал о себе, постоянно ввергал, проявлял насилие над его плотью, над его духом. И здесь святой Иоанн Златоуст говорит, «Теперь у тебя великое усердие и к постам, и к ночным бдениям, и к занятию чтением, и к упражнению в молитвах, также и терпение и смирение достигли у тебя высшей степени». Действительно, очень показательный пример для всех нас, когда мы начинаем духовно сокрушаться, видя свою немощь, видя очередное свое падение, и особенно во время Великого Поста, когда мы будем просить, чтобы Господь открыл нам наши прегрешения, не осуждать брата нашего, не осуждать никого, и тем самым зреть свои грехи. И вот как раз-таки здесь, я думаю, пример стагирия, подвижника, который не пал духом, но который духовно, наоборот, воспрял, и тем самым слово святителя Иоанна, оно как раз-таки духовно назидает и его, и в этом случае помогает и нам. И мы с вами видим, что действительно многие подвижники, которые, начиная с самых-самых-самых низов, со временем восходили на очень высокую-высокую высоту духовную. И святой Иоанн так и говорит, «Бог вызвал тебя на эту борьбу не тот час, как только ты вступил в монашескую жизнь, но представил тебе упражняться в течение долгого времени, и потом, когда ты укрепился, вывел тебя на это трудное обрище». Ну, от себя хочу сказать, что когда только становишься священником, действительно Господь как бы закрывает, ограждает от множества всевозможных трудностей, испытаний, искушений. То есть Господь как на деснице носит тебя, вот ты смотришь сверху и думаешь, что так и должно быть. Но как только ты более-менее становишься, более-менее погружаешься актуально в эту духовную жизнь, и когда ты понимаешь и потихоньку начинаешь получать удары вот этой духовной, в духовной среде, то Господь тем самым как бы потихоньку убирая вот эту свою десницу, давая возможность тебе, так сказать, вкусить во всей полноте, во всех тех бедственных красках, которые так или иначе связаны на духовную жизнь. Тем самым Господь как бы показывает нам нашу слабость, показывая сильного врага, показывая его свирепость. И тем самым только в Боге действительно человек может обрести ту духовную помощь, духовную поддержку. Это касается в том числе, я считаю, и в нашем пастырстве, которому Господь призывает всех нас священнослужителей. И заканчивая свое слово, хотелось бы мне вспомнить слова святого апостола Якова, брата Божия по плоти, который в своем соборном послании говорит «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Знаю, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенно во всей полноте, без всякого недостатка». Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит «Бог меня искушает», потому что Бог не искушает злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. На этом я хочу всех поблагодарить за ваше внимание. Пожелать всем нам обязательно прочитать не только слово к Стагире во всей его полноте, но и продолжать поучаться дальнейшим творениям святителя Иоанна Златоустова, который очень и очень назидательный для всех нас. Благодарю за внимание. Владыка, прошу вашего комментария. Спасибо, Господи, Отец Родион. Закончили мы с вами изучение первого слова к Стагире. Дальше будут еще два, в которых уже анонсировал Отец Родион, что там будет очень интересное, скажем так, разъяснение библейского повествования, как жили праведники, что их жизнь была исполнена скорбями. Как в Библии говорится, многие скорби праведны, и от всех их избавит тебя Господь в 33-м салме, и еще многие скорби грешникам. То есть скорбят все, но важно, как переносить эти скорби. Можно получать от них очень большую пользу, если переносить их как лекарство, лечащее наши раны духовные. А если переносить их с ропотом, со злобой, что приведет в итоге к унынию и отчаянию, то можно и погибнуть. Стараться нам надо приобрести печаль по Богу, говорит апостол Павел. Это печаль соделывает покаяние нераскаянное, то есть всегдашнее покаяние. А печаль мирская соделывает смерть. Здесь, Отец Родион, когда вы говорили, что несколько причин есть, но чего причин не сказали, немножко контекст был оторван, значит, был вопрос, видимо сам Стагерий спрашивал, либо это был риторический вопрос Златоуста, а почему дети болеют? Да, мы говорим о том, что взрослые действительно согрешили, болеют. Дети-то почему болеют? И там, ну, вы приводили пример про Рылеева. И Златоуста действительно так отвечает, что Господь... Ну, несколько причин этому есть. Одна из них, что Господь видит, что если они будут здоровы, то могут стать грешными людьми. И Он заранее, как бы, сковывает их цепями. Не только для самих детей, но и для родителей бывает это спасительно. Я помню, один раз служил еще там на Новосибирской области, на станции Мочище. И во время хирургской песни топот такой. Ребенок бегает по храму. Я так терпел, терпел, но невозможно. Топот. Где же родители его? Почему он не остановит? Ну, потом все-таки домолились мы. В конце я там выхожу уже после отпуска, смотрю, что за ребенок. Оказалось, что это его Кирилл зовут. Он маленький такой, еще годика, наверное, три. Но он болеет болезнью Дауна. Ну, конечно, он тогда в этом отношении не понимал, что он там нарушает что-то. Но потом, когда с ними мы разговаривали, как-то я спросил у родителей, вы, наверное, из-за его болезни пришли к Богу? Они говорят, да, Кирилл нас привел в храм. Сейчас этому Кириллу, наверное, уже лет 13-15. А его отец Андрей, он закончил. Получил образование богословское. И, по-моему, или рукоположился, или вот-вот будет руководствоваться в дьякона. Также, я, может быть, вам рассказывал, уже одна женщина стала бесноватой и видела бесов. Но зато, говорит, все мои пять детей воцерковленные, и муж воцерковленный. Я за это Бога благодарю. Само по себе быть бесноватым, конечно, очень страшно, тяжело. Я с бесноватыми общался после их исцеления. Это очень страшно. Вот. Но в то же время златоуз говорит, что и большая польза. Произошла, в частности, для Стагирия. Говорит, вспомни свою жизнь. В миру, как ты жил. Что ты ленивый такой был, гордый такой был. Вот. Когда пришел в монастырь, стал подвязаться. И когда ты немножко креп, Господь дал тебе сразиться с самим дьяволом. И теперь посмотри на свою жизнь. Ты стал кротким и самиренным. Ты стал очень усерден к посту, к бдению. Посмотри, ты никого сейчас не осуждаешь. Ты весь в Боге. Сколько ты читаешь книг. Сколько ты живешь в молитвах. Насколько ты сострадательен к другим. Смотри, сколько произошло пользы от этого явления, от этой страшной болезни. Ну, самое лучшее, конечно, это, ну, три вида спасающихся есть. Есть, которые трудятся и смиряются. Как Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся. То есть это первый разряд. И обремененные. Страстями, скорбями, болезнями. То есть самое лучшее, конечно, не лениться и стараться заповеди Божии исполнять, быть на послушании. Дальше обязательно принимать замечания со смирением и стараться исправляться. Бывают не только замечания от начальства. С начальством не все постоянно сталкиваются. От людей какие-то скорби. От наших помощников, равных нам, или даже меньших, вот бывают от них или скорби, или замечания, или укоризны. Может, даже человек не в духе, но как-то нас обозвал. Надо всегда задуматься, что в этом есть истина и найти в себе причину такого поведения нашего ближнего. То есть трудиться и еще смиряться. Это самое лучшее, то, что от нас Господь и требует. Ежели этого нет, мы не хотим трудиться или трудимся, но не смиряемся, тогда обременяет Господь нас. Сначала скорбями, вот, внешних людей или внутренними скорбями. Затем, в том числе, скорби – это не всегда вот в отношении к нам что-то. Это бывает, нас тревожат страсти, разъедают. Мы эти тоже терпим скорби. Это уже обремененные, как Господь говорит, труждаешься и обремененные. Вот это обремененные. И если скорби не помогают, тогда уже болезнь. Как старец Амвросик говорил, лучше терпеть скорби, чем болезни. Помолишься, помолишься, скорбь и отойдет, а болезнь и палкой не прогонишь. Поэтому, у кого бывают скорби, душевные, от коллектива, от родных, близких, надо за них тоже Бога благодарить. Это, видимо, из-за того, что мы мало трудимся и еще меньше смиряемся. И Господь нас по второму разряду спасает. Если не захотим скорби нести. Но часто люди говорят, ой, в этом коллективе мне некомфортно, я уеду к другим, уволюсь, переведусь. Избегает этого божественного промысла. Но тогда такой человек набирает себе уже болезнь. Потом уже жаловаться не надо. Это уже третий разряд спасающийся, самый низкий, когда от болезни уже никуда не убежишь. Вот, поэтому нам с вами, конечно, лучше трудиться и смиряться, правильно воспринимать всякие внушения. Вот. И таким образом спасаться по первому разряду с отличниками, то есть со святыми. Дальше, какие здесь еще мысли были? То, что... Бывают люди бедные. Вот родился в бедной семье или как-то случились какие-то обстоятельства, что человек обеднел, обнищал, даже и квартиру потерял. Бывали такие случаи, особенно в 90-е, начале 2000-х. Вот. Он оказался на улице. За что ему такое? Или бывает вот с детства он так, в таком нищем состоянии. За что ему такое? И вот Златоуст говорит, Господь их связывает. Такие обстоятельства, чтобы они не грешили или меньше совершали грехов. Потому что бывают даже вот такие, связанные такими жесткими обстоятельствами, люди, нищие, совершают очень страшные поступки. И вот он говорит, я недавно слышал, что нищие люди, такие бродяги, схватили благородную женщину, и на дне стали издеваться где-то в пустом месте. И он говорит, а почему? Какая беднота, нищета или голод их потолкнул тому, что они вот такой грех совершают? Ну, еще можно объяснить, если они украдут себе что-то покушать, а издеваться над человеком, это уже, конечно, нельзя никак оправдаться своим нищим положением. Поэтому он говорит, что они получили такое нищее положение для того, чтобы не совершали еще больших грехов. В общем, вот в этом слове, подытожим, если первое слово, к Стагирию, у которого много было вопросов к Богу, вы понимаете, получить такую болезнь за свое подвижничество. В общем, такое, что есть Бог, который, первое, всемогущий, для него все возможно, и дьяволу смирит он только так. И, во-вторых, он есть любовь. То есть, это нас вселяет уверенность, что Господь с нами как сам пожелает, так и поступит. Никто ему не воспрепятствует, а желает он нам всегда добра, даже если мы этого не понимаем сначала. Поэтому в этом наша уверенность. Что он за нас распялся, значит, все от него зависящее для нас он сделает. Наша же обязанность это трудиться, смиряться, ну, и либо терпеть скорби и болезни находящие. Вот. И таким образом будем спасаться. А унывать не надо, потому что уныние уже демона. Это тема уже следующего слова. Всех благодарим за внимание. Напоминаем, после завтра у нас собрание будет общеепархиальное.